Пятое, братья, и пятое, и шестое, оно у нас очень похоже. Пятое. «Ман абгада шей'ан миммаджаа бихиррасулу, саллаллаху алейху салям, валяв амиля бихи кафар». Тот, кто, братья, возненавидел что-то, с чем пришел посланник, алейху салалат сам, даже если он это практикует, даже если он это совершает, то этот человек является что? Человек является неверующим. То есть такой человек выходит из Ислама. То есть, например, То есть Аллах, Субхан Талли, говорит, Говорит Аллах, Субхан Талли, неверующие, то есть горе им, их деяния будут в заблуждениях. Почему, говорит, это потому, что они возненавидели то, что было неспослано Аллахом, и Аллах сделал тщетными их деяниями. То есть ненавидеть то, что неспослал Аллах, или же то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейху салям, даже если человек практикует это, но ненавидит это, этот человек является кем? Является кафиром, алейху биллах. И это, братья, в основе своей возвращается к чему? К лицемерию, так как это дело, дело сердца. Это дело, дело сердца в основе своей. То есть человек ненавидит, но практикует. То есть он делом, видно, что он как будто бы мусульманин и так далее. Но в сердце он ненавидит это шариатское постановление, то есть и ненавидит он его, потому что это шариат. То есть ненавидит он его, неприятно оно ему, потому что это шариат. Почему это в принципе узаконено? Какой же это плохой хукам говорит и так далее, этот человек становится кафером. Даже если он будет практиковать это, даже если он это делает, подобно тому человеку, который говорит, ну, авось, это все истина, давай-ка я буду делать. Тот же самый человек, то есть мы сказали, что даже если он практикует, он является неверующим, потому что он сомневается в истинности этого. И также то же самое здесь, когда он ненавидит это. И здесь, братья, под ненавистью мы говорим, то есть не какие-то обязательно великие дела, даже какие-то малые дела. Ненавидит бороду из-за того, что она узаконена. Ненавидит, братья, даже сивак. Ненавидит, братья, не просто, то есть молитву в джамаате, а даже, братья, просто выравнивание рядов. Субханна, с этими всеми бомжами грязными и так далее вместе стоят. Вообще зачем это узаконено? Когда говорит человек подобные слова, этот человек что? Является кафером, Субханна. Этот человек выходит из ислама, когда он ненавидит сам, ненавидит сам хокум Аллаху Мистан. И неважно, братья, будет это обязательное, желательное постановление и так далее. Тот, кто ненавидит что-либо из-за того, что не спасал Аллах, и тот, с чем пришел посланник Али Саратсам, даже если практикует это, является неверующим Аллаху Мистан. И сюда, братья, заходит такой вопрос, очень важный вопрос, и очень опасный вопрос, в котором, то есть, чрезмерствуют и наоборот проявляют упущение некоторые люди. А это женщины, которые ненавидят многоженство. Если женщина, братья, ненавидит само многоженство, как хокум, и говорит, что это несправедливо и так далее, и тому подобное, что мужчины похотливые, и все, им можно, а нам, то есть нельзя и так далее, и тому подобное, эта женщина является кафером. Будет она, братья, весь шариат, просто от корки до корки, весь Кур'ан заучила и так далее, если она ненавидит этот хокум, она является неверующей. Если она, если она ненавидит не сам хокум, а ненавидит многоженство для своего мужа, это совсем другой вопрос, по причине своей ревности. То есть она не желает многоженства для своего мужа. Что касается тебя, да хоть сколько женись, хорошо, это твои личные проблемы, то есть я не вижу в этом проблем. И действительно, то есть и то, что пророк Алиса был женат, аль-хамду лилля, но моему мужу, нет, извини, пожалуйста, то есть он из-под моего каблука не может пока выйти, извини, он занят, хорошо. То есть и так далее. То есть в таком случае что? То есть в таком случае она не становится, не становится неверующей. Или же, когда она боится многоженства, из-за того, что видит, что многие многоженцы, хорошо, то есть несправедливо относятся, например, к своим женам, к первой, ко второй, неважно, и так далее и тому подобное. Поэтому, братья, здесь указание вам, чтобы вы боялись Всевышнего Аллаха, и показывали людям хороший пример, чтобы каждый из вас женился на двух, на трех, на четырех, и показал, братья, женщинам, что в этом нет ничего страшного, и другим мужчинам, также что, каким образом должен быть справедливым муж со своими женами и так далее и тому подобное. И также, братья, мы много раз с вами говорили, что бояться в шариате можно только лишь кого? Всевышнего Аллаха, и немножко жену, или же нельзя. Бояться мужчина, мусульманин должен только лишь Всевышнего Аллаха, и поэтому, если хотите распространение шариатского хокма, то есть распространяйте его, но только так, как поверил Аллах его послание. Если бы оно так, братья, и было бы, подобно тому, как женщины во времена, то есть первого ислама, то есть во времена Мухаммада, или с отцами сподвижников, они ревновали, но никаких проблем, то есть в этом не было никаких абсолютно проблем. То есть они знали, что их мужья женятся, но не видели в этом, то есть проблемы в самой женитьбе, но ревновали, от дома. И так бы было бы и у нас, если бы мы с вами, братья, все женились бы, хорошо, то есть и показывали бы людям, то есть каким образом должен быть, то есть то, что нет разницы между первой, второй, третьей, четвертой и так далее, что это все одна и та же жена. Но та же, братья, женщина, которая что? То есть которая постоянно только и делает что? Что то есть она ненавидит, да вы там это, это вы, субханно шовинисты и так далее и тому подобное. И вот такие вещи, говорит, эта женщина является неверующей в Аллаху и Мстану. Не говоря о том, что, братья, это, субханно, такой скверный нрав, то есть очень часто его братья слышат, что он хочет жениться и женщина ему говорит, а ты женишься еще раз, а ты, субханно Аллаху, то есть куда ты лезешь, Аллаху и Мстану? Ты еще сама лечь сюда не успела, ты уже кого-то мне кладешь сюда, в алия дубиллях. То есть это, субханно, то есть вещи, которые, то есть не твое дело, субханно, извини, то есть куда ты лезешь, субханно Аллаху. Тем более, то есть это, в принципе, Как это тебя касается? Тебя это не касается. Касается меня, хорошо? Аллаху встану. А я даже не твой еще. Сам не свой, куда там твой. Аллаху встану. Шестое, братья, говорит, шейх, тот, кто высмеивает, издевается над чем-то из религии посланника, или же наградой Аллаха, или же наказанием Аллаха такой становится неверующим. И доводом тому служат салвах Всевышнего Аллаха. Аллаху встану говорит, если ты спросишь этих забавляющихся, они непременно скажут, мы всего лишь забавляли, шутились, то есть забавлялись и шутили. Скажи им, неужели над Аллахом, над Его знамениями, то есть над Его аятами, над посланником, вы смеялись, то есть над этим вы издевались, то есть это объект вашего смеха и так далее. Не можете не извиняться, вы стали неверующими после своей веры. Если мы и простим кого-то из вас, то непременно накажем других за то злодеяние, которое они совершали. Поэтому Аллаху встану приводит подобный пример. Говорит, то есть грешники, неверующие, они что делали? Они высмеивали верующих, они смеялись над их религией, смеялись. Это почему? Потому что это, братья, указывает на лицемерие в их сердцах, и это указывает на их неверие. На их неверие. Как ты можешь высмеивать что-то? А, эти козлобороды, что ли, говорит человек. Говоря о чем? Говоря о том, что Аллаху повелел, что посланник Аллаху повелел, что являются, братья, отличительной чертой мусульман, мужчин. Они говорят, да, это, Субханна, хорошо такие-то. Или же говорят, еще как куцый обрезал свою одежду. Обрезал, потому что посланник Аллаху хорошо, то есть повелел мне это. И так далее. То есть это, братья, ни в коем случае не дозволяется. То есть это история известная, то есть то, что в битве при Дабуке некоторые люди сидели и говорили То есть вот эти наши имамы, так называемые, говорят они, забавляя, шутя между собой в пути, чтобы убить время, как говорится. Они говорят, то есть вот эти наши имамы, пророк, Абу Баккар, Умар и так далее, вот эти, они на самом деле, что самые обжоры, говорит, что, говорит, самые лжецы и самые трусы, когда встречаются перед врагом. Правда это или нет? Неправда. И поэтому человек, который услышал это, сказал, ты, говорит, лжец, говорит, в Аллахе ты лицемер, поэтому ты сказал эти слова, говорит, я непременно расскажу посланнику Аллаха, о чем вы здесь говорите. И он пошел к посланнику, и также тот, естественно, тоже пошел к пророку, чтобы рассказать, что мы всего лишь шутили, то есть мы не всерьез это говорили, но вместе с этим он увидел, что Кур'ан уже опередил его. И говорит, Абдулла ибн Умар, то есть я, говорит, вижу его, то есть я как будто бы вижу, я помню его. Он зацепился за седлушку посланника Аллаха, саллаху алисалям, за его верблюдицу, и она тянет его, и его ноги бьются о камни, и он на него смотрит и говорит, Говорит, о посланник Аллах, поистине мы всего лишь шутили и забавлялись, а посланник Алиссарат сам отвечает ему, ничего не добавляет на Кур'ан, говоря ему, над Аллахом, над его знамениями, над посланником вы издевались и смеялись. Поэтому, братья, тот, кто издевается над шариатом, подобен тому, кто ненавидит этот шариат, является кем? Является неверующим, который высмеивает какие-то хукмы шариата и так далее, и тому подобное. Потому что, братья, является обязательным возвеличивать Аллаха и обряды, и то есть религию Аллаха Субхану Таалли. «Залека у мен юавзим шаайр Аллахи фа инна га мин таквал хулюб». Говорит, да, это говорит Всевышний Аллах Субхану Таалли. И тот, кто возвеличивает обряды Аллаха Субхану Таалли, пусть знает, что это и есть из богобоязненности его сердца. Потому что богобоязненное сердце возвеличивает шариат. Поэтому у нас, братья, даже из хукмов шариата можно ли уменьшительно ласкательным образом то есть обращаться к Аллаху Субхану Таалли. Нельзя, братья. Поэтому, братья, это очень важно, и это впадает тот человек, который называет своего ребенка одним из прекраснейших имен, в котором, то есть что? Есть у нас, то есть порабощение Аллаху Субхану Таалли, как Абдуллах, Абдул-Рахман, Абдуль-Азиз и так далее. И приходят люди, которые говорят, что Абдуллашка, Абдул-Рахманчик, Абдуль-Азизик и так далее и тому подобное. Братья, это является куфром. Это не просто запрещено, это является куфром. Потому что, братья, здесь уменьшительная и уменьшительная ласкательная форма к имени Всевышнего Аллаха Субхану Таалли. Называй его, как хочешь, пупсик, хорошо, картошка, зефирка, как хочешь его называй. Твое личное дело, как ты будешь с ним, то есть играться и так далее и тому подобное, но, то есть уменьшительная ласкательная форма или же принижение имени Всевышнего Аллаха Субхану Таалли ни в коем случае нельзя. Поэтому человек, который узнал об этом, должен обязательно покаяться перед Аллахом Субхану Таалли и больше не позволять. Если вашего ребенка зовут Абдулла, Абдул-Рахман, Абдул-Азиз, Абдул-Малик или еще как-то и так далее, ни в коем случае не позволяйте сокращать или же как-то издеваться, или же как-то уменьшительная и искательная форма для этого имени. Придумайте какое-нибудь прозвище, хорошо, то есть ребенку и так далее. Аллаху муста. Опять же, братья, повторяем, как важно изучать Единобожие, братья, как важно это знать. Или же, братья, когда человек что, то есть какие-то из великих обрядов Аллаха Субхану Таалли или же атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Таалли и так далее, так же принижает, то есть или же уменьшительно сказать, как Куранчик говорит, например, человек. Можно или нет? Ни в коем случае. Мы говорили, что даже маленькая сура нельзя говорить. Мы говорим, что короткая сура, короткая, то есть или же сокращенная и так далее, и тому подобное. Также, братья, тот, кто порочит Аллах Субхану Таалли или же его посланник Аллах Субхану Таалли заходит так же, что? То есть заходит в этот хукм. Заходит в этот хукм. То есть он является что? Является неверующим. И так же, братья, тот, кто делит религию, как мы с вами говорили, на кожуру и на истинную действительно религию и так далее, говорит, что это неважные какие-то хукмы и так далее, этот человек так же является что? То есть эти слова являются у него неверием. В Аллаху Мустоан. Нет. Аубейдик это то есть а кого мы то есть уменьшительная расходительная форма кого? Аллах или же раба? Никаких проблем. То есть в этом никаких проблем. Или же то есть изменить. Изменить, например. Хорошо, то есть я не знаю как то есть например, человека грубо говоря Абдульмарик зовут. И его, например, там Булик называют или же то есть Буляка там или еще что-нибудь там или как-то то есть такие образом сокращение имени. Здесь нету ни имени Всевышнего Аллаха Субхану Таалли ничего то есть из шариата и так далее или же просто ему дают какое-то прозвище. Хорошо, то есть в этом нет проблем. В этом нет проблем. Абдульшка иншалла это как обейд в Аллаху Алим. Абдульшка иншалла не проблема. Только единственное здесь страх в чем что абдульшка как будто бы он то есть раб и так далее. То есть тот человек который знает арабский ну не нужно ему так говорить. Если человек не знает арабский и так далее и он так говорил ну это куфром в Аллаху Алим трудно назвать. Я не могу сказать что это является куфром Потому что, во-первых, здесь уменьшительно-наскательная форма к первому слову, и это ближе к обейд. Но вместе с этим, если абдушка сказать, то это будет рабушка, то есть если какое-то божество есть по имени Шка и так далее. Ну не нужно, то есть просто лучше придумайте какое-нибудь хорошее, а еще лучше уважаемое, то есть хорошее, прекрасное прозвище. У меня просто есть один пример нехорошего прозвища к очень хорошему имени. То есть не то, что нехорошее, оно в семье, как бы они шутят, забавляются, но просто я боюсь, что это потом начнут всех людей с такими именами хорошо. И так далее. Но, например, если, грубо говоря, человека зовут Мухаммад, называй его Тигр, хорошо, то есть лев, называй его и так далее и тому подобное. А не как-то какие-то другие. Или же просто, то есть бывает, ребенок, например, растет полненьким, его мать называют булочкой, например. Не проблема, то есть не нужно из имени его, то есть если в имени есть присутствует имя Аллаха, как-то уменьшать. То есть это вещи, братья, которые за дверями людей, семьи, то есть как хотят пусть называют. То есть если это вещи, то как-то это им нравится и так далее. То есть некоторые из своих жен бегемотик называют, и женам это нравится. Это их личные проблемы. То есть мы не лезем в это, мы не судим их и говорим, нет, называй так, не называй сяк. Все, что мы говорим, что? Нельзя является куфром как-то делать уменьшительно-наскательную форму имен Всевышнего Аллаха Субханта или же каких-то из обрядов Всевышнего Аллаха Субханта. И также порочить посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салам. И также если Мухаммад зовут, человек говорит, только не с целью поиздеваться, почитать апостолов, а просто муфор. Я это не хотел как раз таки приводить пример. Что именно так. То есть это нет, то есть здесь не, во-первых, просланник Аллах Салаллаху Алейхи Ва Салам ни при чем. Это имя определенного человека, его берут, то есть неправильное произношение в определенном языке, первой буквой. То есть его называют так. То есть здесь, если ему это не обидно, не неприятно, ему это, то есть он не нравится, так что ты оскорбляешь мусульмана, он этого не нравится. То есть в этом нет никаких проблем. То есть разные есть, то есть прозвища и так далее. Были прозвища Амаш, Слепыш, Арач, Косой. И так далее, то есть разные, то есть ей нормально, и никто не считал это чем-то плохим. Но есть, например, прозвище, которое один из нас скажет, ничего в нем плохого, а человек, которого так называли, проклинал того, кто его так называет. Как Исмаил ибн Улейя. Исмаил ибн Улейя, его зовут Исмаил ибн Улейя. Улейя это его то ли мать, то ли бабушка, которая была мухаддисом. И ему неприятно было, вы говорите, почему меня сыном, женщиной называете, в то время как моего отца зовут Ибрагим, я не разрешаю этого, называйте меня Исмаил ибн Улейя. И он не разрешал, проклинал того, кто называет его по-другому. Хотя здесь, то есть в прозвище какая-нибудь проблема есть, то есть у тебя бабушка, Аллах Мабарик была, то есть или же мать была, то есть праведная женщина и так далее. Мы тебе, Иса ибн Улейя, например, ну Иса, ладно, у него не было отца. Но Ибн Улейя, никто, Ибн Улейя же не говорит, аудзу билля, там, я ибн Абдилхалим и так далее. То есть не говорит же, или же ибн Абдисалям и так далее. Ибн Абдилхалим точнее. Аллаху алим. То есть поэтому, опять же, я не лезу и никому не говорю, и ни в коем случае не запрещаю какие-то там прозвища и так далее. Это личное дело каждого, в каждой семье разные шутки и так далее. Это все то, что не запрещено Аллаху и укрепляет их семью, узы и так далее. Совет вам, да любовь, как говорится, да, амдулля, да детей побольше. То есть только рады мы за вас, в этом нет проблем. Единственное, что мы говорим, что нельзя, опять же, делать уменьшительно-ласкательные формы для чего-то из шариата, или же как-то унижать послание к али-исадцам, или же какие-то из имен Всевышнего Аллаха, субхану и так далее, таким образом, уменьшать и так далее. Это называется сихра тут тасхир в арабском языке. То есть это ни в коем случае не дозволяется. Седьмое, это что? Это колдовство. И из этого колдовства, из его видов распространенных, это отворот и приворот. Отворот и приворот. Тот, кто совершает это, или же доволен им, то есть доволен, чтобы для него совершили его, является неверующим. То есть тот, кто обратился к колдуну, сам не колдовал, но он что? Хочет, чтобы ему поколдовали. Его какой хуком? Является, что так же неверующим, подобно-то этому колдуну. Доводом на это слушаются слова Всевышнего Аллаха, субхану и так далее. И они вдвоем обучали этих людей, только лишь говоря, поистине мы являемся смутой, не впадай же в неверие. То есть если ты обучишься этому колдовству, то ты станешь неверующим. И само понятие, братья, сихр в арабском языке, в арабском языке это, то есть, вот что такое, то есть это то, что скрыто на что-то влияет. То есть то влияние чего на что-либо ты сразу не понял, потому что оно не видно. Вот это имеется само значение языковое в арабском языке. И поэтому называется в шариате, то есть колдовство колдовством. Почему? Потому что на самом деле без видимых причин происходит то, что на что-то влияет. Изучение колдовства, обучение кого-либо ему или же, то есть практика колдовства и так далее, все это является чем? Все это является, братья, неверие. Поэтому, братья, говорю вам еще раз и еще раз, следите за своими детьми. Следите за то, какие они мультики или же фильмы, или я-то беля и так далее смотрят, а еще лучше пусть не смотрят это. Потому что очень часто бывает, что фея наколдовала это, сколдовал то, магия, маг такой-то и так далее. А сегодня еще и, братья, распространились игры, всякие, то есть компьютерные игры, где человек что, то есть за мага играет или же магию какую-то делает. И, братья Субхану, некоторые ученые, когда мы их спрашивали, они затруднялись ответить, является ли такой человек кафером, играя в эту игру. То есть выходит ли он из ислама подобно тому, как тот, кто вершит колдовство, потому что он что, он доволен этим колдовством, и он нажимает кнопку, хоть и не настоящую, но в этой игре это колдовство, и он этим доволен. Это, братья, очень страшно сегодня, то есть очень много известных игр, и где что, то есть люди занимаются этим, и там это колдовство, и так далее, или же какая-нибудь игра, где что, где принижение чего-то, то есть из обрядов, как, например, взорвать Кабу, поклониться какому-то идолу в игре. И человек говорит, ну это же всего лишь игра, ладно, что уж там. Аллаху Алим, братья. Это, братья, то есть Аллаху Алим, то есть очень близко к тому, чтобы быть куфром, Субхан Аллаху. И сегодня, если ты не займешься своими детьми, не будешь за этим следить, то ты уже, то есть не успеешь. Поэтому посмотрите, братья, многие из нас выросли на известнейших историях, фильмах и так далее, где были колдуны. И многие говорили, что, то есть в детстве, я там такой-то, вот это, это, это то, и так далее. Какие-то, то есть делали всякие виды, как будто бы колдовства. Или же говорили, что, абракадабра, например, говорили. Субхан Аллаху. То есть это слова, которые подразумевают собой колдовство. Подразумевают собой колдовство. От этого всего, братья, нужно отдаляться, братья, как на пушечный выстрел. Вообще, в принципе, не приближаться к этому. Валияту биллях. Поэтому, братья, следите за своими детьми обязательно. Здесь шейх упомянул приворот и отворот. Почему? Потому что чаще всего, чаще всего колдовством занимается кто? Женщиной. И чаще всего это связано что? Любит, не любит, хорошо, то есть и так далее, и тому подобное. То есть будет он меня любить или же сделать так, чтобы он только меня любил. Если ты хочешь, я сделаю для тебя его как колечко на пальчике и так далее, и тому подобное. Вот чем заниматься. Чтобы он никогда, когда видел вот эту свою, на которой он когда-то был женат, или хотел жениться, или эту свою первую жену, и его хорошо, то есть он вообще видеть ее не мог. а когда меня видят, чтобы он был хорошо, то есть пленен моими чарами и так далее, и тому подобное. Аллаху мустан, братья. И тот, кто сделал это колдовство, и тот, кто попросил это сделать и так далее, оба являются неверующими. Уля, язу билля. Поэтому ссарф, братья, то есть отворот, это то, как сказал Аллах, субхану талифа, это алямуна мин хума маю фаррикуна биги байналь мар и вазаучин. То есть они обучались, у них двоих, тому, как они могли бы развести между мужем и женой и так далее. Атф, то есть приворот, это наоборот, это то, что называется Ат-Тиволя. То есть так же в шариате. Пророк, алейхи салату ассалам, сказал, инна рукау ат-Тамайма ват-Тиволя, поистине заклинание, на которое нету, то есть подоплеки в Сунни и в Куране. Также, то есть какие-то амулеты и приворот является ширком, сказал посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва салям. И, братья, колдовство бывает двух видов. Бывает, то есть ха-ки-ки, то есть настоящее колдовство. То есть колдовство настоящее, это что? Это то есть когда, то есть хорошо, то есть завязывают всякие узелки и так далее, то есть всякие заклинания, действительно происходит что-то. И есть тахили, то есть колдовство, когда, то есть колдует, то есть только на твои глаза, что тебе мерещится что-то. Как, например, колдовство кого было? Не мусы, а те, кто, то есть колдунов, которые были у мусы. Поэтому они, что? То есть когда Аллах, Аллах, субхану Талли, о них рассказал, что? То есть фа-эл-хоу айси-яхум, и то есть что? Это юхайялю илейхим аннахатаса. То есть они когда бросили свои камни, казалось людям, что они как будто бы что? Как будто бы они двигаются. Сахару айюн аннас, потому что они околдовали глаза людей. И сюда, братья, многие ученые завели что? Завели сюда фокусы, братья. Завели сюда фокусы. Не всякие игрушки, а именно фокусы, когда вот эти фокусники хорошо, то есть засунул в шляпу одно, вывел голубя и так далее, и тому подобное. Вот эти вещи, братья, сказали, что это также заходит си-артахили. Си-артахили. Поэтому, братья, от этих вещей нужно остерегаться. То, что называется ловкостью рук и так далее, и тому подобное. То есть многие ученые, как Ибн Алтаймин и другие, сказали, что на самом деле это си-артахили. Это си-артахили, это то, что? То есть это обман зрения. То есть обман зрения имеет слуху колдовство над зрением. Аллаху муссану. И то есть, братья, почему сихр является ширком? Потому что на самом деле ширк это что? Это приближение к шайтану. То есть это на самом деле делают шайтаны. Рассказывается история, братья, про шейху лисалям, что был такой человек, который говорил, сколько бы вы камней не взяли и спрячьте от меня в руки, я скажу вам, сколько этих камней. И каждый это делал и действительно что? Узнавал. И об этом услышал шейху лисалям. И шейху лисалям понял, что на самом деле происходит. Мы знаем, что с каждым из нас есть кто? Карин. И этот сихр, по сути, делается через этого Карина. То есть твой Карин, твой шайтан, который постоянно за тобой следит и хочет тебе, как-то научает и так далее, он же знает, что ты делал, что ты не делал, как тебя зовут, сколько тебе лет и так далее. И также, братья, эти прорицатели, ты приходишь, сначала никто из вас не приходит, но человек приходит туда, и этот рассказывает этому, тот рассказывает колдуну, что это такой-то, такой-то. И ему говорят, а, у тебя, по-моему, сын есть, а, по-моему, этот сын такой-то, а у него, по-моему, глаза голубые, а он еще это, о, он знает, каким будет и так далее, и так далее. И человек удивляется, как он знает, откуда, у тебя еще, по-моему, в кошельке фотографии его. Аллаху Акбар, как он это узнал? Узнал бы, что твой Карин ему это рассказал. И то же самое здесь, что происходило, человек считает камни, берет в руки, этот Карин говорит тому, семь камней, и он приходит, говорит, семь. Шейху Алисаляму, рахиму Аллаху, что сделал? Без счета взял камни и сказал, сколько у меня? Не знает он. Он, говорит, назвал какое-то число, говорит, нет. И объяснил, что и как произошло. Так что рассказывал один из наших шейхов, что в суда не было. Человек что сделал? Сказал людям, о, люди, я вот стою на месте, если кто-то меня с места сдвинуть сможет, я ему дам столько-то, столько-то, если не сможет, он мне платит столько-то, столько. Хорошо, хорошо. И много уже заработал. И пришел человек, который не присутствовал, когда он заколдовал их глаза. Издалека пришел. И увидел, что человек привязан к дереву. А люди думают, что он что-то, то есть один стоит и так далее. Он подошел, просто что развязал, и отодвинул его. То есть и так далее. Вот это один из видов колдовства. То есть это есть, братья. Это один из видов колдовства. Рассказывает шейх Рабе Ибн Гады Аль Мадхали Рахиму Хафид Агуллах о том, что когда они были, то есть или же, да, в Аллаху Алим это он был. Рассказывал о том, что когда они были в Африке или в Индии, в Аллаху Алим, и увидели людей, у которых были змеи, которые подтанцовывают под них и так далее, и тому подобное, что проходил шейх Хаммад Аль Ансари и сказал, То есть прочитал аят, и эти змеи упали и были обычными что? Веревками. То есть были кусочками веревок. То есть это, собханно, происходит. То есть люди колдуют и колдуют на твои глаза, и ты видишь что-то. Поэтому бывает, человек приходит домой и видит свою жену, красавицу, кикимарой болотной, хорошо, и думает, собханно, что это такое? Почему? Потому что на его глаза сделали вот этот отворот и так далее и тому подобное. Поэтому это, братья, всё есть, и это является, то есть его хоком какой является? Куфр. Является это ширком. И поэтому тот человек, который ходит, братья, к всяким предсказателям и так далее, к гадалкам, а ну-ка нагадай мне и так далее, у тебя там линия такая, у тебя линия сякая и так далее и тому подобное, или же на кофейной гуще гадают и так далее, и так далее. Всё это, братья, является что? Валият в билляхе являются, братья, ширком и куфром, субхану. Это очень страшное дело. Поэтому пророк Али Салату Асалам сказал, Тот, кто придёт, братья, к предсказателю или же какому-то, то есть, сведущему, как говорят, и поверит в то, что он говорит, такой стал неверующим в то, что было неспособлено Мухаммаду Али Салату Ассалам. Восьмое. То есть, поддержка многобожников и, то есть, помощь им против мусульман. Это то, что мы с вами разбирали, когда читали что? А? Три основы, когда мы с вами читали. И также у аляу аль-бара, да, когда читали дружба и непричастность в исламе. То есть, имеется в то, что поддержка многобожников и помощь им против мусульман. Доводом на то служат слова Аллаха, Субхану Али Салату Али. Говорит Аллах, Субхану Али, тот же, кто проявит к ним любовь и будет помогать им из вас, такой станет одним из них. И Аллах, Субхану Али, не ведёт по прямому пути людей злотворящих. И поэтому, как мы говорили с вами много раз, что, братья, каждый мусульманин и мусульманка обязательно должны проявлять любовь и поддержку и помощь к мусульманам. Тот же, братья, кто будет помогать неверующим против мусульманам, против мусульман, точнее, желая поддержки им, то есть их религии над мусульманами и так далее, этот человек, братья, выходит из ислама, али-я-та-билля. Если он, смотрите, если он это сделал по собственному желанию, не вынужденно, и он не поставил себя в такое положение, чтобы быть вынужденным, не поставил сам себя в такое положение, не принизил себя таким образом, чтобы быть вынужденным. Что же касается того человека, который это сделал, то есть не вынужденно, никто, то есть он сам это выбрал в то время, как он ненавидит и их, и их религию, и всё то, к чему они призывают, и всё то, что связано с ними, но он желает какой-то мирской выгоды, этот человек в страшнейшем положении, но этот человек не выходит из ислама, этот человек в страшнейшем положении, но не выходит из ислама. Подобно тому, что, братья, тот человек, который любит неверующих, в то время как он им не помогает, но он любит их и их религию, он человек, какой его охоком? Является кафером, является кафером из-за того, что появилось в его сердце из любви к ним. Аллаху аль-Мустан. А если же он просто, то есть любит, в принципе, неверующих, мы говорили, что этот человек в опасном положении, мы говорили уже про тех людей, особенно, как это часто бывает, с футбольными командами и так далее, когда человек любит определенных футболистов, неверующих и так далее, что это, братья, потихоньку, потихоньку этот человек уподобляться будет им и выйдет из ислама Аллаху аль-Мустан. И здесь, братья, нужно упомянуть несколько вещей, можно сказать, то есть несколько таких правил, их примерно четыре будут. Первое, что нет проблем, братья, во взаимопомощи с неверующими, даже если это против некоторых мусульман, если в этом есть общая польза как для мусульман, так и для, то есть, в принципе, других людей, то есть и в этом, то есть нет, не то, что не является куфром, в этом нет никаких проблем. Как, например, поимка, то есть госпреступников, например, или же опасных террористов и так далее и тому подобное, или же помощь неверующим в поимке, хорошо, то есть поимке каких-то там террористов и так далее и тому подобное. В этом нет никаких проблем. Почему? Потому что вред их касается не только неверующих, Так же касается и мусульман. Как минимум, то есть то, что они распространяют скверную репутацию для ислама, в то время как ислам к этому не причастен. И так же в этом есть страх, что будут убиты невинные люди. Даже если это неверующие не дозволяется. Убивать невинных людей не дозволяется. Потому что этих людей нужно призвать и спасти от огня, а не побыстрее приблизить их к этому огню. Затем, второе, неверующим является именно тот, кто помогает неверующим против мусульман из-за их религии. Либо же ненавидя религию мусульман, или же любя их религии. Но если же этот человек делает это из-за страсти какой-то мирского и так далее, то это, братья, сквернейший грех. Это ужасное положение. Человек может выйти из ислама, но в основе своей это не является куфром. В основе своей не является это куфром. Но этот человек в очень опасном положении. Также, братья, что касается простой, даже без помощи, любви к неверующим из-за их религии, это является, братья, неверие. Когда человек говорит, о, как красиво они празднуют свое, то есть Рождество Христово, например. Как же это прекрасно, какой это хороший обряд, как мне он нравится, как мне нравится эта их религия. Каком какой? Слово куфровали, я думаю, да. Но что касается обычной любви, которую человек справиться не может к определенному из числа неверующих, в этом нет проблем, когда у этого, как мы говорим, это не приобретенная любовь, а нормальная любовь. Как, например, у человека отец неверующий. Но он любит своего отца. Не потому, что он неверующий, он его любит, а потому, что это его отец. Или же любит, например, детей своих, а они неверующие. Затем четвертое. Очень важно, что нужно знать разницу между любовью и выявлением любви. Выявление любви и любовь, разные хукмы и разные положения. Потому что, братья, любовь к неверующим из-за их религии и так далее. Мы сказали, хукм какой? Какой хукм? Куфр. Но выявление любви не всегда бывает куфром. Иногда бывает ужасным делом, иногда бывает дозволенным, когда человек ненавидит их сердцем, но как будто бы показывает им, проявляя вот эту мудара, хорошо, то есть пытается сожительствовать с ними в безопасности. Это вынужденная мера. Это не является куфром. Это не является куфром, когда человек хорошо выявляет, как будто бы он их любит, в то время как он их не любит. Если он этим самым желает, например, призвать их к исламу, и в этом он не унижает ислам и так далее, то есть сохраняет в общем рамке шариата все, в этом нет проблем никаких. Если же он это делает из-за своей слабости, потому что он боится за свое имущество и так далее, человек грешит, субханаллах, страшным грехом, но опять же не выходит из ислама. Понятна эта разница, иншал. Девятое. Человек, который убежден в том, что некоторые люди могут выйти из шариата, то есть за пределы повиновения шариата Мухаммада, подобно тому, как хадыр мог выйти из шариата Мусы, такой человек становится неверующим. То есть Аллах, субханаллах, говорит, «Во мэйеб таги гайра лислями динан, фалян юхбал амин, ва вуфил ахарати мин альхасирин». Тот, кто желает какую-либо другую религию помимо ислама, то это не будет у него принято, и он будет из числа потерпевших убыток на том свете. Почему? Потому что этот человек хорошо желает не ислам. И поэтому эти люди, мы говорили с вами о них много, то есть говорят, что я уже достиг такой степени, что я не обязан шариатам. Когда ты у него спрашиваешь, на каком основании, где ты это взял? Он говорит, ну вот хадр же был, хадр же не последовал мусе. Муса удивлялся, как ты убиваешь, как ты это делаешь, ты взял корабль, сломал и так далее, и так далее. То есть как ты это все делаешь? То есть это же не шариат мусы, алейсисалям. Вот он ослушался его, и в этом не было проблем. Я тоже уже вышел за пределы подчинения Мухаммаду, алейсисалату ассалям, говорят эти люди. Это является куфром. Это является куфром. Аллах, субхану ата али, говорит, «Куль, то есть скажи о Мухаммад, я юганасу инни расулю Аллахи илейкум жамиа». Поясни, я являюсь посланником от Аллаха для вас всех. Также посланник, алейсисалату ассалям, говорил, «Кананн-набию юб'ату иля ковми и хаасса, убаиству иля аннаси каффа». То есть люди послали к своим народам. Хорошо, то есть в частности, а я уже послан ко всем людям в общем. То есть каффа или амма пришло. Также Аллах, субхану ата аля, сказал, «Куль я юаннасу нам». Точнее, да. Поэтому мы говорим, что никто, никому не позволяется выходить за пределы, за рамки шариата Мухаммада, алейсисалату ассалям. Поэтому пророк, алейсисалату ассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, говорит посланник Алейсисалатом, кто бы из числа иудеев и христиан не услышал бы обо мне, а затем не последует за мной, не уверует в меня, то он умрет никак иначе, кроме как будучи из обитателя огня». То есть умрет он на этом, он обязательно будет что? Из числа обитателя огня. Что касается, братья, самого принципа приведения их довода, то это также является, естественно, ложью. Во-первых, Хадыр, в принципе, не был из шариата Муса, он не был из числа последователей Муса. Где у нас пришло, что Хадыр был, в принципе, из числа Бану Исраил? Кто должны были следовать за Мусой? Бану Исраил и все, и только, больше остальные никто не принципит. Почему? То есть все это время Муса не призывал, то есть хорошо, то есть кого-либо другого. То есть в основе свой призыв был на Бану Исраил, потому что это их религия. Это раз. Во-вторых, в принципе, то есть многие ученые, это не слабое мнение, говорили, что Хадыр является пророком. То есть он был пророком, и он не был, то есть на религии Мусы, в принципе, алей-салям. Но в любом случае, то есть это исключение, то есть исключение, которое было во времена Мусы. И это, братья, в принципе, даже другой шариат, даже если бы это было бы таким образом, как они заявляют. В нашем же шариате, на религии там, можно сказать, на религии, на шариате? Да, на шариате имеется, то есть под религией имеется в виду шариат. То есть Хадыр не придерживался шариата Мусы. Религия у них у всех была одна, это едино Божие. Уединение Аллаха с пантерами поклонений и не приобщение ему никого со товарищей. Что касается шариатов, да, то есть у него был другой шариат. Значит, в его шариате это было можно. И не говоря о том, что Хадыр, вся его история, итогом являлась что? Кто ему позволил это все сделать? Всевышний Аллах, субхану Тае. То есть если тебе действительно позволил Аллах, не так, как ты накурился и подумал, что хорошо тебе кто-то там что-то внушил и так далее, а действительно, на самом деле, мы говорим накурился, братья, не чтобы какие-то шутки пошутить. Эти люди это делают. Эти люди действительно употребляют наркотические средства, хорошо, и потом у них немножко, то есть начинает фляга течь. Аллаху мустаам. Фляга течет, это уже в шутку, я сказал. Лучше бы у них просто фляга текла, чем они, субхану, распространяли бы это. Аллаху мустаам. Поэтому в любом случае, как мы сказали, что Хадыр в принципе не следовал шариату Мусы, алейхи салям, поэтому это в принципе не является доводом. И поэтому мы говорим, что тот, кто приводит это себе довод и считает, что с него сняты уже обязанности шариатам и так далее и тому подобное, этот человек является неверующим. Аллаху мустаам. Субхану, эти люди так и говорят, братья. Говорят такие скверные вещи, говорят, то есть вы берете свою религию от мертвых, от мертвых, от мертвых, а мы же берем от того, от живого, который никогда не умрет. И говорят, Мое сердце сообщило мне от моего Господа. То есть мне было внушено, имеется в виду. Или же я видел во сне. Аллаху Акбар. Субхану, если бы мои сны были бы шариатскими хуками, Аллаху мустаам. Удобно? Братья, это очень-очень важный, важный пункт. Десятый пункт, братья, это отвращение или же отворачивание от религии Аллаха, не изучая ее и не совершая по ней деяния. То есть человек, хоть и называет себя мусульманом, но он полностью отвернулся от ислама. Дела ему нету, где там, что ислам, что от меня требует Аллах. Я ничего из него не изучаю, я ничего никак не практикую, но вроде бы мам, папа, мусульмане, вот и я тоже мусульман. Доводом тому служат слова Всевышнего Аллаха. Говорит Всевышний Аллах. Кто может быть хуже, чем тот, кому напомнили о моих аятах, то есть или же о аятах Господа Его, а затем он отвернулся от этого. Поистине мы воздадим злотворящим, говорит Аллах. Также Всевышний Аллах говорит, Кто же может быть хуже, чем тот, кому упомянули аяты Господа Его, и он отвернулся от этого и забыл, что он начал, то есть или же что он совершал, что он делал. Говорит Аллах, не верующие, они, братья, отворачиваются от того, то есть чем мы их увещеваем. И поэтому, братья, тот, кто отвернулся полностью от религии, ничего из нее не изучает, не совершает деяния, то есть дела ему нету, что повелел ему Аллах, что повелел посланник Алия Саусом. Целые общины не строят, братья, то есть какие-то, то есть медресе или же в принципе в мечетях, не призывают людей, не обучают людей религии и так далее, и тому подобное, это все является в Алия Тубеля куфром. В данном случае человек не оправдывается, потому что он сам, имея на то возможность, не изучил и оставил. Как человек, братья, которому, то есть вокруг везде говорят о единобожии, и он, живя в этом обществе, впал в Ширк, и затем говорит, ну я же не знал, я же по незнанию впал в это. Имеется из тех вещей Ширка, которые известны каждому. Какой хоком этого человека? Оправдывается ли он по невежеству? Нет. Он оправдывался бы по своему невежеству, если бы действительно у его невежества была причина. В данном случае его невежество, причина ему вот. Если мы будем оправдывать того, кто не слушает, то тогда у нас Джагаль будет выше, чем знание. Джагаль станет лучше, чем знание. То есть если я специально проявляю невежество не изучаю, значит я, то есть более безопасности, чем тот, кто, субханно, дурачок, изучил это все, и теперь давай это на себя взвалил и делай. Так или не так? Получится так. Получится у нас достоинство знания ниже, чем достоинство невежества Аллаху Мустан. Это, братья, очень страшное дело. Как часто, братья, такое бывает, что человек, братья, не молится, не постится, не хадж, не умра, не садака, не закат, ничего он не делает. На него посмотри, тот же самый неверующий, но что, когда ты у него спрашиваешь, конечно, я мусульманин, почему, ну я же из такого народа, у меня же мама, папа мусульманин, говорит, и так далее. Таким образом, братья, человек мусульманин, ну, субханно Аллах, не становится в Аллаху Мустан. И здесь, братья, не говорится о невежестве в каких-то вопросах, в которых разногласия, или же еще что-то, и так далее. Невежество, или же отворачивание, или же даже неизучение, если человек не лезет в вопросы разногласия. Ой, я не знаю это разногласие, можно я не буду это изучать. Человек обычный, работник, работяга какой-нибудь, он все то, что ему, то есть, должен он выполнять, он перед Аллахом выполняет. Но тут ему говорят, а слушай, а ты в этом вопросе какого мнения придерживаешься? Он говорит, брат, я не знаю, не разбираюсь в этом. Я вот делаю, как я доверился ученому, я в этом не разбираюсь, он мне сказал, то есть он привел какие-то доводы, я вот это принял, дальше разбираться у меня, брат, мозгов не хватает, то есть меня оставь, я вот этого придерживаюсь. Скажем ли мы, что то есть ты отвернулся от религии Аллаха, не изучаешь? Нет, отвернулся месту полностью, не изучает ничего из ислама, дело ему ни до чего из ислама нет и так далее, этот человек становится, валияту билля кафером, и говорит, поэтому шейх дальше, во всех этих деяниях, которые выводят человека из ислама, нет разницы, братья, абсолютно, между тем, кто шутит, или же кто серьезен, или же тот, кто боится, кроме того, кого принудили, кроме того, кого устрашили таким образом, что принудили совершить. То есть у нас, братья, хазель, это что такое? Это тот, кто говорит и делает то, что он на самом деле не подразумевает. То есть он что делает? Делает что-то из ширка и куфра, увидел идол, и ха-ха-ха, поклонился ему, в то время, как он в сердце возвеличивает Аллах, и только ему поклоняться, и знает, что это нельзя. Но как бы что? Ха-ха, смотрите, что я делаю. Хоком этого человека, человек вышел из ислама. Этот человек вышел из ислама, обязан покаяться и вернуться в ислам. Заново обновить свою религию, зайти в ислам заново обязан. Другой человек, то есть джад, здесь понятно, то есть тот, кто действительно специально сделал что-то и уверен. Хаев. Что за хаев здесь подразумевается? Хаев имеется в виду просто трусишка, тот, кто боится. Говорит, что если я сейчас это делать не буду, то тогда моя жена от меня уйдет. Я-то знаю, что Субханаллах, вся эта церковь и так далее, что это все ложь и истина в исламе. Но приходится креститься, приходится вот эти там свечки ставить, там какую-то воду окунаться и так далее. Для чего? Ну, как бы, чтобы любименькая моя меня не оставила и так далее и тому подобное. Хуком этого человека, кафир, это не оправдывается он этим своим страхом. Но если у него страх, меч у него над головой, пристрелить его готовый, хорошо над огнем его держит, или еще что-то, и так далее, что что-то, что человек не может перенести. И он что? Из-за этого, из страха перед ними, языком скажет то, убеждение о чем, то есть в сердце его нет. Тогда его хуком какой? Абсолютно никакой. Все у него в порядке. Это даже не является грехом для него. Это даже не является грехом для него. Поэтому пророк, алей-саратусам, известная история Аммара ибну Ясара, когда убили его родители и хотели уже убить его, он порочил и Аллаха, и его посланника. И когда в слезах вернулся к посланнику, алей-саратусам, он сказал ему, каким ты нашел свое сердце, когда ты говорил эти свои скверные слова? Он сказал, оно было переисполнено верой. И пророк, алей-саратусам, сказал, если они еще раз это сделают, еще раз признай и говори это. В этом никакого вреда для тебя не будет. Поэтому некоторые хадисы сказаны, хоть этот хадис недостоверный, но в любом случае, смысл его очень даже хороший, что пророк, алей-саратусам, сказал про Аммара, что он, братья, до макушки покрыт верой. То есть этот человек переполнен верой до своих макушек. То есть от пяток до макушки. Человек, то есть он является верующим. Несмотря на то, что он говорил то, что говорил. И в этом вопросе, да, некоторые ученые говорят, когда является лучшим терпеть, даже несмотря на то, что ты это не можешь терпеть, когда лучше сразу сделать. Ученые говорят, что если человек слабый, за ним никто не следует, он один и так далее, как, например, был Аммар в свое время, тогда лучше для него сохранить его жизнь, для мусульман, и предсказать слова неверия и так далее. Но если же это человек, на которого смотрят люди, за которым следует и так далее, что касается дозвольности, ему дозвольно. Но что является предпочтительнее и лучше для него? Проявить терпение, и даже если это доведет до смерти, умереть или же что? Или же сдаться? А, лучше для него, то есть терпеть до конца. Потому что это временная жизнь, хорошо, и за тобой следуют люди. И тут уже не ты один можешь попасть под удар, а также и люди. Но опять же, хукам шариата поменялся, дозволено ему сказать слова куфра, чтобы спастись? Дозволено. С точки зрения дозволения, никто в этом не спорит. Аллаху аля. И поэтому мы, братья, здесь не говорим, как говорят мурджиты, что человек пока в сердце убеждения не будет иметь, он не станет куфром. Нет, братья. Куфр бывает в словах, в деяниях и в убеждениях. Человек, если убежден, что кто-то может ему помочь или навредить, помимо Аллаха, субхану ата аля. Хукам его какой? Мушрикун кафир. Даже если он все деяния делает отлично. Другой человек, он убежден, что только лишь Аллах, субхану ата аля, единый Господь и так далее и тому подобное, и он увеличивает, то есть возвеличивает Аллах и любит его. Но что? Иногда бывает в шутку порочит Аллах, смотри, какие-то шутки про Господа своего и так далее. Какой его хукам? У него же нет в сердце этого. Мы говорим, что даже если нет в сердце, если на языке это есть, является кафиром. Другой человек, как мы приводили пример, в шутку словами он никогда не говорит никакой кафир. В сердце он пересполнен убежденностью, что только один Аллах, субхану ата аля, достоин поклонения. Увидел истуканы, о, истуканы и так далее, начал в шутку, чтобы людей насмешить, поклоняться ему. Деянием. В сердце у него нет этого. Хукам какой его? Кафир. Мы не ждем, братья, от человека, чтобы он что? В сердце убеждения имел. В сердце убеждения это один из видов кафра. Слова кафрам бывают, деяния кафрам бывают, и здесь, естественно, то есть имеется в виду принужденный человек, братья, то есть шейх только принужденного. Здесь можно добавить и других людей, которые помимо принуждения также не являются кафирами, как, например, человек, который не понимал, что он творит, который был, например, сильно разгневан или же он был под какими-то, то есть как-то, то есть с ума сошел или еще что-то и в бреду своем, то есть говорил что-то в сонном бреду, например, и так далее, и тому подобное. Этот человек также не является, в принципе, кафиром. Почему? Потому что он подобен мукрому. Не хотел говорить и нет у него в сердце. То есть он не желает этого говорить, хорошо, но произошло. Как, например, Муса, алейсалям, когда бросил Таурат на пол. Почему? Потому что он разгневался, увидев эту страшную картину настолько, что он не понимал, что происходит. То есть когда потом, даже если бы ему сказали, что ты Таурат на пол бросил, он бы сказал, невозможно, как я мог такое сделать, это же слова моего Господа. Понятно? То есть если человек настолько в гнев ушел, что его рассудок уже потерян. Или же, как мы сказали, что человек по забывчивости, или же по ошибке сказал, то есть ошибся, оговорился, как тот человек, о котором сказал пророк Алейсалям, который, найдя свою верблюдницу в пустыне, уже который готовился к смерти, но в итоге нашел свою верблюдницу с водой и едой, и сказал, о Аллах, возвеличивая его, сказал, ты мой раб, а я твой Господь. Хотел сказать что? Хотел сказать, я твой раб, а ты мой Господь. То есть возвеличивая Аллаха, пророк Алейсалям сказал, То есть он настолько радостный был, что он даже не понял, что он сказал, он оговорился. Он оговорился, как мы говорим, много примеров, когда говорят про, например, Иблиса и так далее, и затем дуа делают, после этого, как делают за сподвижников и так далее. Почему? Потому что он говорил о сподвижниках и оговорился. Или же, саллаллаху алейу асаляму, например, говорит и так далее. То есть это является, что и слова, то есть куфра, алияту билля, то есть Иблис, маль'ун. То есть они, саллаллаху алейу асаляму. Но этот человек ошибся, то есть он не хотел этого сказать. Он, позабыв, по ошибке сказал. И также мы сказали, что если человек не знал Хоком того, что он делает, не знал в принципе Хокома и думал, что он делает что-то хорошее, этот человек, если он не имел никого вокруг, то есть имеется в свободном доступе, чтобы обучиться и узнать, а сам стал причиной своего невежества, отвернулся и так далее, этот человек хорошо, то есть если он сам отвернулся и сам не изучал, хотя имел возможность и в этом не было никакого труда, То есть не нужно было там открывать интернет и искать определенных призывающих для этого и так далее и тому подобное. А это было везде. То есть в каждой мечети, куда ты не пойди, тебе будут говорить о единобожии, все его родственники говорят о единобожии, а он что? Не изучает это и хочет делать так, как делал его дедушка, например. Этот человек не оправдывается о своем невежестве. Но тот человек, у которого не было возможности изучить. И он, когда хотел приблизиться к Аллаху и практиковать его религию, следовать сунья его посланника, что случилось? То есть его пришли люди и обманулись, сказали, на самом деле, ислам вот-вот-вот. И он сказал, аммашаллах, и думал, что он делает что-то хорошее, не подразумевая в сердце, что он приобщает Аллаху, субханаллаху, с товарища. Такой человек, в Аллаху таалле аля, в Аллаху аля, более правильное мнение, что он оправдывается по причине своего невежества. Но за свое невежество он будет спрошен. Почему он не знал, почему он не изучил, он будет спрошен. Но из-за этого невежества, братья, мы не можем назвать его неверующим. И это, братья, очень все то, что мы упомянули, говорит шейх, оно, братья, из величайших в своей опасности дел. И чаще всего именно в это попадают люди. Поэтому обязательно является для мусульман, чтобы они что, остерегались этого и боялись за свою душу, боялись для себя этого скверного дела. Говорит, мы прибегаем к Аллаху, субханаллаху, то есть его убежищем и помощью от того, что приведет нас к гневу его и к наказанию. Просим Аллаху, субханаллаху, защиты от его наказания. Мы просим Аллаху, субханаллаху, принять это от нас. Все то, что, братья, мы сказали, и это было истинно, это от Всевышнего Аллаха, субханаллаху, что же касается наших ошибок, это, братья, отменяет, от шайтана. Вастагфируллаха, ватубу илейхи, вачзакум Аллаху, хейран.